Добрый вечер, дорогие друзья, меня начинаем сейчас включить на деференцию в нынешнем сезоне. Я в первую очередь очень планирую замечательным сезоном всех временных отношений к команде. Основное, ради кого мы играли, болельщики, я думаю, они сезон довольны. Сезон сложный, неоднозначный, но хорошо, что было много характера, много волевых усилий. Так как сегодня, слава Богу, то, что сегодня победили, это для клуба очень важно, потому что сыграет на прямой двери и четвертой. Большой гейдерий. И все остальные, и все остальные регаты. Хорошо, что в трилетии завоевали куб. После клуба очень сложно сыграть следующий матч этот. Не только для нас, но и для всех команд. Гороки сегодня были очень сильно уставшие. Не зря эти две травмы, которые произошли сразу. Гороки сегодня поставили достаточно сложное положение. Но слава Богу, чтобы мы победили. Хочу еще раз поблагодарить болельщиков, которые сегодня на простом рядовом матче поставили рекорд. Они пришли нас поддерживать. Но хотелось бы еще одно сказать что-то. И обязательно решить, что так как на финале кубка болельщиков наших нельзя встречать. Они нормальные ребята. Они болеют. Они не экстремисты никакие. Они нормальные ребята. Но так как их перерезировали в Самаре, первые были самые худшие места, которые были на трибунах. Их долго не выпускали. Перед приездом денег собирали и не выпускали до самого матча. Поэтому я им еще хочу сказать большое спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что мы должны тоже за них заступиться и нести определенную ответственность те люди, которые неправильно с ними вступали в Самаре. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, есть момент такие. Я, в целом, приветствую. Я внутри хотел, чтобы убил Алексей. Антона не было, я бы хотел, чтобы был Алексей. Но они приняли решение. Они отвечают за результаты тоже так же, как и мы. И, может, бывает, кто лучше себя чувствует. В плане психологии, наверное, это правильно. Он забил голову. У него уверенность есть. И поединение он должен был. И более уверенно пролить и 11 метров. Но не получилось 11 метров. Такая ситуация, она достаточно сложная. В плане психологии он такой же незаметный. Спорт в целом будет по-другому. То, что есть, то и есть. И второй вопрос. Василий Финанцевич сказал, что в случае, если команда пробивает своих чемпионов, то, скорее всего, на стадионе будет крышкой болельщиков. Но в связи с этим... Василию Александровичу обратите внимание. Мое личное мнение у нас замечательный, прекрасный стадион в самом лучшем. В самом лучшем году. А зачем мне нам что-то другое? Болельщик приходит, он не всегда тоже заполняется полное. Здесь уютно, прекрасно. Я не знаю, что здесь... Болельщики очень просто слышат, потому что не было подобной ситуации, как мальчисто. Я думаю, что это зависит много не от нас души, не Василия Александровича. Потому что это сложный консел. Все в том, выстроим так, выстроим так. Мадрид, лет тридцать одинаковый, Реал Мадрид. Бескрешен, бюджет и сел троек. Все мы не довольны. Викторович, простите. Я тоже хотел бы от имени всех реванцев, и, конечно, в частном порядке, как линию, газету, которую я представляю. Которая выражает вам свои улучшающие признаки. Признание, уважение и восхищение. Потому что для перуанских дарвей это такой пример, как тренер, истинно русский, ведет русскую команду на вторые вершины. Сначала в Европе, а теперь в таком качестве, как тренера. Я передаю подшим примерам нашего руководства. Конечно, спасибо за Фарфана, за то, что звали. Он приобрел. И мы желаем, что с таким толчком на Кубке Америки, Фарфан проявит себя и на этот раз. А от себя я хочу вам струкный подарок. Мой. Спасибо. Свой. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Удачи. И всей сборной перворазвы. Потому что Фарфан – игрок образующий, который играет громаднейшую роль. Но так получилось, что консоли практически у нас не играли. Это для нас будет лучше. Как? Ну, слава богу, что мы с Фарфаном выружились. Это важнейшийся праздник. Он, о нем можно сказать, что он приехал сюда, как… И он понял русскую культуру. Он понял русских людей. Он стал как свой здесь. Он сюда вошел, он стал как свой. И это самое главное. Поэтому его здесь любят, к нему хорошо относятся. Но хотелось бы, чтобы он побольше матчей играл. Ирина Кривова. Федерация клубов. Нет, федерация клубов не всегда. Его нужно брать на товарищеский матч. Ирина Кривова. Ирина Кривова. Ирина Кривова. Ставка, после матча, практически ушел по трибуны. Это связано с травмами. Его несколько раз... В итоге в третаке… Я не видел, кто ушел. Кто стал как раз. По моему черву, да? То есть… И… Могут. Сезон закончился. Начинается работа над… Плужоподготовка к следующему сезону. В том числе контракт заканчивается за рулем футболистов. Ваша позиция какая? Я свою позицию выскажу. Я думаю, к ней нужно прислушаться. Я свою позицию всегда высказывал и выскажу. А как дальше будет, мне сложно говорить. Самое важное, это то, что сейчас период, который большой работает, футболисты должны отдыхать. Я считаю, что приеме в турбину должны отдыхать. А для администрации это самый важный момент для того, чтобы мириться дальше. Переводчик, сейчас активно обсуждается вопрос о день между 16 и 18 команд, например, и 2-й. День демитрия генионера, 8 и 18. Как к этому спектакль? Я отношусь к всему нормально. Я отношусь к тому, что правильнее было бы за простую конкуренцию. Кто лучше будет в эту игру? То есть дежурный? А? То есть дежурный? Ну, конечно, но лучше. Для примера я вам сейчас хочу привести. Четыре игры, играют четыре английские команды. Вы посмотрите, здесь есть всего три игрока англичанин. Вот это все. Ну, они хорошо играют в эмоциональной сборной и выигрывают что-то и юношеские команды. Ну, выиграли. Как вы видели? Ну, слушай, какая подготовка идет в школу, какая подготовка идет в клубах. Как растут эти молодые игроки. Поэтому сейчас будет натуральная конкуренция, как рынок. Вот и все. И это нормально. Другое дело, кто неправильно подбирает, игроков привозит. Вот с тех и спрос нужно делать. Дмитрий Павлович, какие праздники, такие моменты. Все теперь без Игоря Денисова. Как вы думаете, он уже не может ввязаться в твоем конфликте? Кто? Нет, мы в Денисове. Денисове. Конфликты нет? А, нет конфликта никакого. Какой конфликт? Я не вижу никакого конфликта. В нормальной ситуации Игорь очень много предел для локомотива. Игорь пришел. Он капитан команды. Он многое сделал для того, чтобы убрал это безразличие, которое было в команды. Он был первым помощником старшего бренера. Он игрок на психологию команды. Он большое влияние оказал. Он порядочный человек, в первую очередь. Но он самолюбливый. Он самолюбливый. По всей видимости, как я понимаю, жизнь меняется. И чуть лучше играет другой игрок. Он не захотел быть ни одного матча в резерве. Он принял какое решение. Вот и все. Какой? Ну, мы ему надо сказать спасибо большое. И не дай мне продолжаться дальше или не продолжаться ситуацию. Я не знаю. А я как тренер. Как тренер я восхищен. Настоящий, такой крепкий человек. Но нужно учитывать шумный участок и возраст. Здесь, наверное, правых нет. Для меня самый главный принцип. Вот есть группа игроков. И каждый раз, каждый раз должен выходить по самой силе. Если этого не будет происходить, то гроши, цена всем тренерским тренировкам и т.д. Он самый сильный. Сегодняшний момент в этой позиции. Вить барин. Дальше, кубик, шесть покажем. Дальше, кто играет. Может? Если он у вас станет, может, он лучше будет. Терманская газета, слава, может выступать. Теперь российская газета, чтобы поблагодарить. Спасибо большое. Лидер, у меня. Лидер лучше. Лидер лучше. Среди шаг, все душе. Поздравляю вас с выгодом депутатом. Почему? Например, я не могу подпрыгнуть. Потому что вы помните, если он не рассказывал бы это. О том, что вы видите, что он на молодой работе. Она выждет. Я разделил вас. Мне кажется, совершенно точно аннасно, как вы верили, не все. Сейчас точно и кто-то справился. Во вторых вопросов почему-то обращение. Ум, у меня в последнее выступление здесь. Потому что я дальше заканчиваю сурнономистом, дети, и говорю о посмотрении вашей коллеги. Два вопроса, вашей нас есть и в ближайшее. Вопрос первый. Вот как вы считаете? Правда, я, наверное, право и вы, когда всегда отмечивались на сборные, потому что это не ваш. Считаете вы, что есть тренер-тренера Кумникова, тренер сборника? То есть, допустим, вы, тренер, даже великий, Вест Бомановский, но сборник не получал. А, допустим, тренеры, которые качались на высшем, наоборот, тренировали сборные. И сейчас вот, допустим, потому что Черчесову не получаются сборные, почему? Потому что он труднее в Кубах, и лучше он вердил. Как вы считаете? Я не понял вопрос. Есть, 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 есть разделение от Кумникова сборника. Вы сами же не хотите играть сборку, поэтому вас как разрастает. Но при Виле Пауче, главное, не потерпевание одного поражения. Нет, хотел, и хотел. А тут не играет сейчас никакой уже. Давайте уже там уберем. Тренер, футбол, я могу надеваю. Мне здесь очень уютный мой дом, и я, конечно, продолжу здесь достаточно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И второе, как вы, конечно, помните историю Калининграута, успех ваш, то что вы просили, что у него был первым чемпионатом. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ну и то, что я говорил в конце, когда выступали с командной шальки на этой конференции, когда говорили, что как ни крути, и как бы вы не восторгались, и я, Игорь Денисов. Но для успеха и покупок, многое на работе, нужен другой директор Игнатик. Другой директор, и есть не директор, а не директор. И также, я считаю, что нужно какой-то вам... Вот пришел, плачу вас много. Потому что так выокупил, и попал в следующем году. А считайте, что кто-то у нас бойцов в вашей команде, тренерским штатам, и вы, а там, если бы этот присуток был здесь, я не верю. В тренерским штатам здесь все в порядке, я доволен, ребята, не каждый выполняет свою работу, а они выполняют хорошо, это так. Ну, я никогда до этого не говорил, я до этого не говорил, но еще раз сейчас хотел сказать, у меня были очень большие проблемы, очень были большие проблемы, во-первых, много игроков пришли на камни, на камни. У нас для подготовки совместной всего перед сезонными, и, кстати, сезонными, мы потеряли очень много очков, это чудо, что мы догнали всю эту группу, это чудо, чудо, что мы догнали. У нас было очень много для подготовки, появились новые игроки, игроки приехали с чемпионата мира с большим опозданием, многие были травмированы, и так далее, и так далее, и такие ситуации бывают. Дальше, мы же никто не говорили, какого надо было календарь, какого надо было календарь для успеха у них и чемпионов, он был ужасный календарь. Мы играли много матчей, 2 на 3, за 11 дней мы играли по 4 игры. А как мы можем хорошо выбрать, вот сегодня, из группы, вы проанализируете календарь чемпионат для Аякска. Вы проанализируете, за сколько дней играли чемпионат, и они играли Лигу чемпионов. Мы должны сделать следующий сезон, календарь, чтобы синист и локомотив играли. Если это будет недельный цикл, это идеально. Если это хотя бы 3 на 4, чтобы было, тогда мы в состоянии календарь. А так вы все на нас говорите. Но вы сделаете нам условие, чтобы мы не летели из Красноярска, 4 часа разница, в порту через 2 дня игра. Вот все. Спасибо.